Беспека детей во установах эдукации. Пытания приоритетные. Школы и детячие садки целиком готовы до приема выхованцев. Коли особных установ завершается нанесение дорожной разметки. Отповедные потребования включают обовязковый надпись «Школа». На некоторых улицах ДАИ звернула увагу на необходность обновить малюнок пешеходных переходов. Наши корреспонденты проверили ход выполнения работ. Термин службы дорожной разметки в среднем 6 месяцев, тому, что год проводится обновление малюнка. Звычайно, это делается перед началом научного года. Уж не в ней дяжерта инспекторы проверят ответную проверку. После чего дали предприемству СМЭП Гомельского обл. выконкам задание обновить разметку поблизу школьных установ. На одних улицах супрацовники нанесли пиктограммы детей, на других обновили надписи «Школа». Так само реставровали малюнок на пешеходных переходах и так званых лежачих полицейских. Практически на сегодняшний момент нанесено более 95% разметки. К концу дня мы эту работу планируем полностью 100% завершить. В плане нанесения дорожной разметки школы города подготовлены. Стараемся делать это максимально качественно и в соответствии со стандартами. Я думаю, что и уверен, что коллектив относится к этому довольно ответственно. Все понимают, что дети – это самое дорогое, самое важное. Поэтому эта работа, по моему мнению, сделана качественно, но и самое главное – своевременно. До начала нового научного года в Беларуси традиционно проходит акция «Увага, дети». До 4 вересня в день час суток рух повинен ожидаюляться с включенным близким светлом фар, обойденными ходовыми огнями. За невыконание этого потребования предупреждена администрационная отказность, попереджение обоштрав до двух базовых величин. Подчас проведения специальных комплексных мероприемств супрацовники ДАИ будут нести службу колено-вучальных установ и контролировать беспечную перевозку неполнолетних пассажиров. В рамках данного мероприятия будет проходить профилактическая акция «Безопасная дорога в школу». Во время проведения данной акции сотрудники госавтоинспекции при остановке автомобилей и, видя, что там есть ребенок, который находится в детском удерживающем устройстве, будут вручать подарки первоклассникам. Конечно же, госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, всегда пристегивает серединами безопасности, ну и, конечно, при перевозке маленьких пассажиров использовать детские удерживающие устройства. Безпека детей в эти дни так само в сфере увахивы ротовальников, волонтеров БРСМ и комиссий по справах неполнолетних. Благодаря усилиям и родителей, и субъектов профилактики мы смогли уберечь детские жизни. К сожалению, в Гомельской области мы имеем неединичные факты, когда мы потеряли маленьких наших граждан. И, зачастую, за каждой гибелью стоит где-то доля вины родителей, их безопасность, их невнимание, а, по сути дела, беда – это цена одного мгновения. Уси отказные службы закликают батьков, а так само старейших братов и сестер долучиться до навучания детей правилам безопасных поводзинов. И, вядомо, ни в якем случае не покидать малых без нагляду.